Так, друзья, подводим итоги встречи Купчина, СФС, Красное Село, 3-0 в пользу Купчина, Василий Васильев, Сергей Никулин. Ну, Василий, сразу к вам вопрос, ну Купчина может же лучше? Не будете спорить с этим? Не буду. Все ясно. Нет, друзья, все-таки хотелось бы более развернутый ответ услышать, в плане, кажется, что не хватает сыгранности, как вообще у Купчина с тренировочным процессом? Сразу с последнего, да, начнем. С этим пока тяжело, поэтому пользуюсь случаем, ребята, давайте собираться на тренировки. У нас для этого все есть, у нас есть время на стадионе, осталось только ваше желание, чтобы мы все подошли до этой тренировки и смогли сделать то, что я хотел бы, чтобы мы делали на поле. Потому что у нас получается каждая игра, как такая игровая тренировка, как будто мы готовимся к какому-то турниру и через эти турниры набираем. Хотя должно быть уже наоборот, мы должны уже подготовиться и уже здесь показывать результат. Но пока у нас этого не выходит, у нас именно взаимопонимание еще не то, которое хотелось бы. Возможно, кто-то где-то менжуется, если так можно выразиться. Поэтому будем стараться набирать через тренировки. Я очень хочу, чтобы они у нас были хотя бы какой-то период времени, чтобы наработать некоторые моменты. Потому что игроки есть хорошие и в принципе не в обиду команде соперника будет сказано. Но с одной замены команду надо обыгрывать было с большим результатом, а мы еще себе момент привозим. Да, я к этому и подводил, действительно. Но сегодня явка у вас правда огромная. И для меня, честно говоря, неожиданно, что на тренировки мало людей собирается. И давайте тогда от себя, игроков Купчина, позову на тренировку, чтобы они своего нового тренера поддерживали его тактических начинающих. Сергей, ну к вам вопрос. Я выражу свое мнение и мнение окружающих, кто окружал эту игру, которую мы с вами смотрели. Действительно, вы хорошо смотрелись. В Девятером, да? В Девятером хорошо смотрелись и моменты Гонча, в принципе, они вообще могли бы там переломить как-то игру. Вообще, с чем просто интересно, неявка связана, если есть какие-то объективные причины, может сразу привет передадим, а потом скиньте интервью и пусть посмотрят. Ну, опять же, хочется сказать команде Купчина спасибо за игру. Очень сильно удивили тем, что с таким счетом 3-0. У нас одна замена, и мы, ну, по моментам у нас больше. У соперника 3 момента, 3 гола, там пенальти и 2 выхода 1 на 1 во втором тайме. Все. Мы преимущественно по атакам на контратаках их ловили. Все. На этом появке, ну, просто тут уже как будто проблемы с ветеранов пошли. Мишин, видимо, зафестивалил, не приехал. Ваня Лапенков вчера минус поставил, даже не объяснил. То есть вот так вот. Я не знаю, что с пацанами, видимо. Ну, вот завтра открою страсти на окно, видимо, полсостава отсеку. Наберу тех, кто именно хочет играть, а не кто просто сказал, да, буду ездить и все. Вот. А так своим пацанам спасибо. 60 минут отыграть так на поле в девятером при солнце. Это просто уважение. Игру показали достойную против команды, которая в прошлом году 6 на 6 первое место заняла по Питеру. Я доволен своими парнями, кто сегодня приехал. Друзья, ну, вот такое интересное транспортное заявление от Сергея Никулина. Ну, посмотрим, посмотрим, как оно воплотится ли в жизнь. Ну, может быть, действительно, зафестиваль ли, да, как вы сказали. Ну, праздники только начались, если бы середина праздников была, другое дело. Ну, в общем, также всем привет игрокам СВС Купчина. А может быть, вы скоро перестанете быть игроками СВС Купчина. О, СВС Красное Село, прошу прощения. Да? Вот. Друзья, ну что, давайте на этом, в принципе, прощаться. До новых встреч, Купчина. Еще раз поздравляем. СВС Красное Село. Желаем разобраться все, что такое СВС, потому что так мы и не разобрались. Сергей Никульнов вначале я спросил, что такое СВС. Что означает? Ну, говорит, не знаю. Вот. Ну, может, что-то придумаете. И уже, когда будет победное интервью, мы с вами это решим. Удачи. Все. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.